Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дам свои комментарии, вы тоже. Так что давайте приступим. В общем, я живу в Казахстане, мне 34 года в небольшом городе. В июле этого года я решила слетать с подругой в Стамбул. До этого я год назад в Инстаграме познакомилась с одним турком, ему 30 лет. По приезду мы с ним встретились в Стамбуле, он нас водил по музеям, мечетям и другим достопримечательностям. Платили мы все 50 на 50, вечером были у него в гостях, никуда не выходили. Он по жизни одиночка, не пьет, не курит, играет в танчики, как я потом узнала. Провели три дня с ним, дальше он уехал по работе в Измит, окей, а мы с подругой пошли в отель, походили сами по городу, провели прекрасно время. Вот мы приехали в город, все это время он держал меня на связи, где ты, что делаешь, контроль был. И случайно я зашла в его институт. И меня потрясло то, что почти из 200 подписок у него практически все это девушки. Он добавляет ежедневно их, и они подписываются. В общем, у него там целый гарем на Инстаграме оказался. Окей, думаю, не буду лезть в его душу, но намеком написала. Опа, а у тебя столько кадын варит. У меня вопрос один-то сразу остановлюсь, возникает. Я с ним год назад познакомилась в Инстаграме, и я не смотрела, с кем он в Инстаграме общается. Вы к нему домой поехали, получается, с подружкой? Три дня у него дома жили, потом поехали в отель, да? Но кто у него подписки в Инсте, на кого он подписан и все вот это? Вы, типа, целый год не смотрели, но поехали к нему домой? Ну, это же странно. Ну, просто необъяснимо для меня и странно. Может быть, я что-то не понимаю или моя логика сломалась, короче, на этом. Продолжаю письмо. Проходит время, он ежечасно признается, что любит, скучает, что хотел бы быть рядом и так далее. Но я на тот момент была разочарована им, что девушки в Инсте у него еще и достигли к тому моменту 500 штук. И он все время онлайн. Что с ними переписываться, эту суть, что непонятно. Мне показалось, что он знакомится и встречается вот так, как и со мной. Логично, совершенно верно, я думаю, так и есть. Я ему все это высказала. А он берет и блокирует, как маленький ребенок, меня в Инстаграме. Но в отца поставляет и держит меня на поводке, как говорится. Вот, смотрите, даже по словам сразу разберем. Меня блокируют, как маленький ребенок. Ну, прижучили, задело, поставили сразу, как сказать, точку в нужный момент укололи, в нужное место. Конечно, он трус, боится ответственности. Что делает-то? Он либо винить начинает, обвиняет, либо сразу блокирует. Они такие, знаете, сразу делают. Они сначала в блок, а потом эмоциональный импульс, а потом они думают, что типа делать. Разблокирует и начинает, например, винить. Говорит, ты плохая, сама виновата. Справа царам уже это делал. Это еще чистая классика. Типа, ты со мной мало общаешься, вот поэтому я ищу других пап, чтобы общаться. Поэтому у меня их тут 200 штук, а потом уже и 500 стало. Логика вообще просто бомба. В отца поставляет, держит меня на поводке, как говорится. Кто вас держит на поводке? Вы в своей голове. Видишь, он меня, вы что, подвластное животное, которого котенок, собачка. Не знаю, кто там, белочка. Еще кто там, кого на поводках можно держать? Какие животные? Вы что, комнатное растение, в конце концов? У вас своего желания, воли, мысли нет, что ли? Меня держит на поводке. Вы хотите этого? Вы позволяете это? Если вам не нравится, что у мужика 500 баб каких-то в подписках, у меня есть подозрение, что он с них так же, как и меня, предлагает, не знаю, что-то тусует, спит или еще что-то, так сами-то его заблокируете. В чем проблема? Он оставляет ватсап, ну вы там его блокните, поставьте точку, закройте дверь, в конце концов. То есть вы в позиции жертвы сразу же. А вы знаете, когда вы начали это общение с позиции жертвы, год общалась, вы сами на себя познакомились в инсте, но я специально не заглядывала, типа, с кем он там общается, что-то 200 баб каких-то есть после поездки, только через год выяснилось. Так вы сами не смотрели, сами не интересовались, вы хотели быть жертвой, над которой вот такой вот, как сказать, бабник, короче, на такую напал, упал там, не знаю, на пятки и так далее. А я как дурочка верила в честность, порядочность и правде словам. Возможно, он как личность не созрел, а мои иллюзии ни к чему хорошему не привели. А разве иллюзии вообще могут к чему-то хорошему привести? Иллюзии. Вы сами говорите, я в иллюзиях. Не хочу, это значит, что я не хочу увидеть правду. Я себя самообманываю. Я хочу жить в иллюзиях, в сказке и так далее. Иллюзии вообще ни к чему хорошему привести не могут. К хорошему приводит здравый смысл, трезвая оценка ситуации и правда. Вот это приводит к результатам. А иллюзии, это называется самообман. Сейчас он пишет только привет, как дела. Перевел стрелки на меня и сделал меня капризной и ревнивой. Ну, естественно, шел этот весной. Как еще они поступают? Все так делают, нечистые на руку мужики. Неужели это нормально у турецких мужчин общаться и знакомиться с женщинами и девушками, зная, что меня это раздражает? Давайте только не будем все это перекладывать на всех турецких мужчин. Потом все турецкие мужики изменяют, все бабники. И меня это уже напрягает. Почему? Это частный случай. И если бы вы хотели, давайте будем объективно честны, вначале вы бы все это узнали до вашей поездки, за год общения. Заглянули бы у него в список, лист подписок и задали бы ему соответствующий вопрос еще до поездки. И он бы не был тогда каким-то турецким мужчиной, который общается, знакомится с женщинами, с другими девушками, зная, что меня это раздражает. Когда с ним общались, почему-то на это не смотрели. Это все было вообще, блин, на блюдечке с голубой каемочкой у вас перед вашими глазами. А вы в иллюзиях своих не хотели это видеть. Кто виноват? Он и все турецкие мужики, потому что они вот такие. У них это нормально? Нет, блин. Я сразу говорю, все мужики не такие турецкие и никакие вообще в мире. Может, проблема вообще не в нем, а в том, что вы нашли какого-то в интернете, ну бабника, ну бабника, ну в кавычках, да, то есть условно любителя пообщаться, легких отношений, не отношений, а без отношений, безответственности, безобязанности какого-то флирта и т-т-т-т-т-т, всего вот этого. И сами создали иллюзию, не хотели смотреть правду, сами вот это все создали, сотворили, чтобы потом сказать, я жертва, обманули, сволочи и так далее. Так может, в этом проблема, а не в этом мужике. Такие есть везде, и в России я таких знаю. У меня таких друзей очень много, у подружек, там они с парнями переписывают в Инстаграм, знакомятся, и все то же самое. Здесь не надо в Турцию ехать. Блин, в других странах, в Америке так же есть. У меня есть подружка в Америке, живет такая же, но так же мне, так же, нет нормальных мужиков и так далее. Тому все проблемы везде, все одинаковые. Зачем тогда слова, что будем мы с ним вместе, будет будущее, что любит, ждет нашей встречи, многоточие? Отвечаю, потому что вы хотите это слышать. После этого вы к нему поехали домой хоть и с подружкой, он получил то, что он хотел. Я не знаю, что между вами было что-то или нет, интимная какая-то близость, но вы у него три дня дома тусовались, и у вас вопросов никаких не возникало. Собственно, он это говорил, чтобы получить то, что он хочет. Значит, даже если между вами ничего не было, ну, общение какого-то и так далее. Ну, вот и все. Посоветуйте, чтобы не делать, многоточие. Возможно, я поверила зря человеку и сама придумала любовь заранее. Конечно, я все объяснила, мне кажется. Вы не только придумали. Я немножко здесь, немножко психологии давайте дам. Что значит, я придумала, да. Я расскажу с психологией, что происходит. Почему в таком? Вот это уже не первая совсем, я уверена, ситуация. Вот с таких неразделенных любовей, обманов, это навалом вообще в вашей жизни. Как ни крути, всякие ситуации, они вот с этим связаны, отношения с мужчинами. Изначально все это сложилось, и вы не хотели видеть, вы пришли в это общение с иллюзией определенной. Вы не хотели открывать себе глаза, потому что вы в жертвенной позиции. Вот чтобы быть жертвой, жертву должны издеваться, обижать, обманывать, предавать, делать больно, делить ее или его, он занят. Это вся вот эта история жертвенная. То есть вы изначально все это создаете, таких людей находите, или нормально, назовем так, мужика портите под такое поведение, из него вот этих демонов вытаскиваете, позволяете быть таким. Потому что вам это нужно, чтобы в итоге почувствовать себя страдалицей и жертвой. Что жертвенная позиция дает, да, наша вторичная выгода, наши коврижки, зачем люди жертвами живут? Это не только отношения мы с жертвами, это очень часто женщина, женская такая позиция жертвенная, больше женщинам присуща. Женщинам, кстати, старшего нашего поколения, наших мам, наших бабушек. Потому что у нас вообще учили жертвами быть. Не брать позицию жертвы чем выгодно? Я не беру ответственность. Я, скорее всего, где-то ребенок вообще, и я, дети, не беру. Жертвенная позиция, позиция детская, да. Я не хочу развиваться, брать ответственность, улучшать себя, свою жизнь. Мне нравится прокастенировать, находиться вот в этой точке, страдать, все вокруг виноваты. Позиция жертвы вот этим хороша, привлекает. Плюсы. Я беззаботен, не несу ни за что ответственности. Я всегда могу сказать, обстоятельства, вот эти люди плохие, он сволочь, подонок. Это когда негодяй меня обидел или меня обокрали, еще что-то. Второе. Жертва быстро получает своими страданиями внимание. Это вторичная выгода людей окружающих. Ее жалеют, ей поднимают самооценку, о ней заботятся. На самом деле получают любовь и внимание других людей через страдания. Пока я не пострадаю, меня любители, условно, меня не заметят. Близкие, родственники, друзья и вообще все, с кем я общаюсь. Через страдания я получаю их внимание и любовь. Потому что я не умею говорить, полюбите меня, дайте мне внимание. У меня нет другого канала. Это с детства история обычно идет. Третье. Жертве. Очень комфортно жить и существовать в этом перманентном состоянии страданий. Потому что не надо расти, не надо взрослеть, не надо брать ответственность и становиться взрослым. Ты ощущение, что все несправедливо, все плохо, все-таки плохие. Я где-то в каких-то моментах сама все решаю. Я сама хожу на работу, получила образование, купила квартиру. Обычно нет. Это ответственность тоже определенно. Короче, все все что-то, короче, делают. А я вот в домике. Мне безопасно. Пока я ребенок, и все вокруг плохие, оскорбляют, унижают, мучают жертву у меня, несчастную. Мне безопасно. Мне это привычно. Так, скорее всего, всю жизнь живу, с детства научилась. И выходить за вот эту грань, не быть жертвой, опасно, ответственно, вдруг не получится. Жертву держит ее низкая самооценка, неверение в себя, в свое будущее, в свои силы. Это как составляющая часть этого состояния. Это очень удобно, выгодно, привычно. Отказываться от этого я не хочу. Вот почему люди очень часто жертвы и страдают. Жертвы ему, может быть, казалось бы, сильные люди со стороны, да, там, например, властная тетя дома, там, ну, тетя, например, да, которая там мужа держит, все у нее под каблуком, там, и все-то-то-то-то. Короче, она дома босс. И зять одержит, и мужа, и внуков, и дочку. Короче, бабушка такая, да, в семье, там, тети, там, детей своих, короче, и зитьев, и своего, и всех вообще вокруг. Но она при этом жертва. Она говорит, я это ради вас. Без меня бы всем развалилась вся семья. Я вас всех держу. Я страдаю. И она чувством вины манипулирует на вас, на всех, своим здоровьем, и всем короче. Вы все ей должны, обязаны. Это жесть вообще с таким человеком. Но она жертва все равно. Она говорит, я виноват, вы виноваты все, что так. Вот были бы самостоятельными. Без меня просто самостоятельно быть не можете. Это замкнутый круг такой, да. Она всех винит, она себе миссию, она спасатель еще, короче, это долгая история. Вы, в общем, поняли. Так что, возвращаясь к любовной истории с турком. Проблема не в нем. Да, такие мужики есть. Если тебе такие не нравятся, ты таких не хочешь, а настроена на серьезные отношения, то ты, пожалуйста, сначала общаясь, узнавай все про него, снимай эту свою ауру, некую призму. Как это назовем, короче, типа, вуаль назовем тогда. То есть, вот это в облаках летать и все прочее. Давайте будем более серьезными не детьми, а ответственными взрослыми людьми, которые хотят видеть правду. Да, лучше горькая, но правда, чем какая-то сладкая ложь. Потом разочарование просто сильнее, больнее гораздо, чем ты сразу вот видишь плохую правду. Вот все. Вот мой совет назовем так. Рекомендация для вас на будущее. Вообще, надо работать с позицией жертвы, вообще смотреть, что почему. Я уверена, у вас таких ситуаций очень много в жизни, когда несправедлив мир, и все плохо, все виноваты, я страдаю, мучаюсь и так далее. Про механизм я часто рассказала, из-за чего это происходит. Если кому-то нужна моя консультация психолога в скайпе, пожалуйста, пишите мне на почту, она в инфобоксе под видео указана. Тема письма, консультация, я вам вышлю всю информацию. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень помогает продвижению канала. Хочу, чтобы у меня еще больше было подписчиков и просмотров. Спасибо вам большое, что вы продолжаете смотреть. Скоро увидимся, всем пока.